Здравствуйте, уважаемые зрители данного видео. Долго думал, как записать данную презентацию, сделать это в PowerPoint или снять видео на каком-то красивом фоне, а потом что-то решил идти покурить и снять видео прямо здесь на балконе. Так вот, представляю вашему вниманию презентацию по стратегии развития проекта CloudMoney. С чего бы хотелось начать? Во-первых, я считаю, что при развитии данного проекта не нужно зацикливаться на рынке МММ. Под рынком МММ я понимаю те проекты, которые появились за последний, наверное, год в интернет-пространстве и в которых, как ни крути, участвуют. Большинство из них — это выходцы из МММ. Почему я считаю то, что не нужно зацикливаться на рынке МММ? Потому что этот рынок постепенно сужается. Сужается, и это факт. Люди постепенно уходят, всем надоедает, надоедает проигрывать, потому что проигравших всегда больше. Это уже тоже факт, даже ощутил это на себе, так скажем. Поэтому для тех проектов, которые появляются сейчас, ориентироваться на рынок МММ — это просто утопия. Это ни к чему не приведет и рано или поздно этот проект рухнет. Поэтому я считаю то, что не нужно ориентироваться на рынок МММ. Можно даже его не развивать. Можно даже в этом направлении, наверное, не работать. Потому что рынок МММ, он дает свои результаты. Появляется проект, появляются активные какие-то руководители, появляется активный маркетинг, активная реклама. Идет огромный поток с этого рынка. И этот поток также быстро заканчивается, как существование данного проекта. Потому что этот рынок ограничен, постепенно уменьшается. Также не думаю, что нужно ориентироваться только на интернет-аудиторию. Да, интернет-аудитория, она постепенно растет в мировых масштабах. Но эта аудитория растет не из-за того, что кому-то нужны деньги. Эта аудитория растет не из-за того, что появляются проекты такого рода, как Cloud Money, MMM и так далее. Этот рынок растет сам по себе. И поэтому ориентироваться только на него, я считаю, нецелесообразно. Потому что доля людей, которые хотят заработать денег в интернете, она не такая большая, как если взять всю интернет-аудиторию. Поэтому перейду к сути своего предложения по развитию проекта Cloud Money. Ну, хотелось бы сказать то, что Cloud Money — это в первую очередь проект, который ориентирован на людей, которые нуждаются в деньгах. А как же определить человека, который действительно нуждается в деньгах? Ну да, действительно, каждый человек нуждается в деньгах, но кто-то нуждается в этих деньгах больше, кто-то меньше. Вот как определить человека, который нуждается в деньгах больше? Потому что, естественно, ориентироваться на всех людей не получится. Нужно, по крайней мере, на первоначальном этапе определить людей которые нуждаются в деньгах в большей степени как же их определить я считаю то что индикатором того что человеку нужны деньги я думаю сама спорить не будете это является то что этот человек спрашивает деньги например вам к вам подходит друг и говорит слушай ты можешь мне одолжить денег дай мне денег это говорит о том что ему нужны деньги да действительно говорит о том брать кредиты это же тоже говорит о том что человек нуждается в деньгах если взять всех людей и поделить их на тех людей которые сейчас берут деньги в кредит и тех людей которые не берут деньги в кредит и можно с уверенностью сказать то что те люди которые берут деньги в кредит и нуждается в деньгах на данный момент больше. У кого же люди берут деньги в долг? Кто-то берет деньги в банке, кто-то берет деньги у друга, у коллеги, у знакомого, а кто-то обращается в отделение микрокредитования. Если посмотреть на то, как развивается сейчас это направление микрокредитования, если посмотреть, сколько офисов развелось по городу, можно сделать вывод, что эта услуга действительно пользуется спросом. Огромное количество населения проходит через эти офисы. То есть, если есть большая конкуренция, соответственно, есть смысл для этих организаций заниматься этим бизнесом. И это значит действительно приносит прибыль, а приносит прибыль за счет того, что через них проходит большой поток людей. Поэтому суть моего предложения заключается в том, чтобы организовать свою сеть отделений микрокредитования CloudMoney. Чтобы те люди, которые сейчас действительно нуждаются в деньгах, могли получить эти деньги, во-первых. Во-вторых, в дальнейшем получать выгоду от системы CloudMoney. Каким же образом эти люди будут получать выгоду от системы CloudMoney? Для начала давайте для тех, кто не знает, объясню, как работают отделения микрокредитования. Как правило, эти отделения кредитуют на небольшие суммы 10, 20, 30 тысяч. На начальном этапе предлагаю остановиться на 10 тысяч рублей. Как правило, эти отделения выдают кредиты на небольшой срок. Где-то на месяц, на полтора, кто-то на два и так далее. Здесь также предлагаю остановиться на сроке месяц. Средний процент на оценке, процент за использование кредита составляет около 50%. Так получается. Процент, да, вроде бы как большой, но на маленьких суммах он не так сильно отражается. И как показывает практика, этот процент не пугает людей. Люди пользуются этими кредитами. То есть, такого рода кредиты пользуются действительно большим спросом. Так вот, каким же образом люди будут получать выгоду от использования кредитов именно в системе микрокредитования CloudMoney? Ну, давайте сразу объясню на примере, чтобы было ясно и понятно. К примеру, пришел человек, взял кредит на 5 тысяч рублей. При средней ставке 50% через месяц он должен будет вернуть 7,5 тысяч рублей. Получается, человек возвращает 7,5 тысяч. Из них 5 тысяч возвращается обратно в систему, а те 2,5 тысячи, которые он вернул, автоматически, ну или не автоматически, в общем, эти 2,5 тысячи кладутся на депозит под аккаунт, специально созданный для этого участника, для этого человека. И, соответственно, уже на следующий день, после того, как этот человек вернул деньги, он уже сможет получать выгоду от системы в размере одного процента от тех денег, которые он заплатил в качестве процентов. Ну, к примеру, если он процентов оплатил на 2,5 тысячи рублей, соответственно, уже на следующий день он будет получать по 25 рублей ежедневно. Причем остаток на его счету будет, естественно, расти, точных цифр называть не буду, примерно через 2 месяца, получается, он уже свои проценты отбивает и в дальнейшем начинает уже получать чистую прибыль от участия в системе кладмани. Систему выплат в отделениях микрокредитования можно организовать различным образом. К примеру, если человек, который брал кредит, разбирается в компьютерах, в интернете, знает, что такое Liberty Reserve, Perfect Money, ну, к примеру, ему можно будет объяснить лично, как он сможет самостоятельно сделать депозиты в дальнейшем самостоятельно, снимать эти деньги и, соответственно, получать выгоду от системы. А также, тем людям, которые вообще не знают, что такое компьютер, ну, к примеру, женщины, пенсионеры, пусть будут. В общем, различные люди, которые не разбираются в компьютерах, этим людям можно будет самостоятельно сотрудникам отделения микрокредитования делать вклады на специально созданные аккаунты, то есть те проценты, которые они платят за кредит, вносить в специальные аккаунты, созданные для отделения микрокредитования, для этого отделения микрокредитования. И, соответственно, уже делать выплаты также самостоятельно силами сотрудников этого отделения. То есть, например, женщина, которая не разбирается в компьютерах, брала кредит на 5 тысяч рублей, на те же самые 5 тысяч рублей. И через месяц возвращает 7,5 тысяч. Сотрудники самостоятельно 2,5 тысяч рублей, которые она вернула, закидывают на депозит. И, соответственно, по предварительной договоренности, к примеру, раз в неделю, эта женщина будет приходить и забирать свои проценты с этого депозита. Ну и, соответственно, в это отделение уже люди будут приходить не только за кредитами, не только для того, чтобы вернуть кредит, но уже для получения своих процентов от участия в системе CloudMoney. Вот. Надеюсь, ясно объяснил, что я хотел сказать. Надеюсь, вы поняли мое предложение. Здесь на балконе уже становится холодно, уже и затянулось видео. Вот. Много чего хотел сказать, но, как я понимаю, суть я выложил. Надеюсь, эта идея вам понравится. Потому что я считаю то, что эта идея действительно способна открыть новые рынки. Эта идея, я считаю, нестандартна. Все-таки в таких нестандартных проектах, как CloudMoney, я думаю, нужно использовать какие-то нестандартные решения для развития этого проекта. Потому что те методы, которые уже проработаны, они не приносят таких результатов, на которые рассчитывают проекты по изменению мира. Ну, надеюсь, то, что мое предложение будет услышано, будет учтено. И надеюсь, то, что мы все-таки изменим этот мир к лучшему. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok